Привет, это очередной выпуск исправлений у Вов и его брата Эпик Вов, на этот раз за январь. Но перед началом хотел бы спросить, есть ли смысл объединить в этой рубрике исправлений серверов сразу все основные сервера, склеив их в один выпуск длиной примерно в 5-7 минут. Итак, ближе к теме исправлений. За декабрь было достаточно много фиксов, но в январе их было меньше среди классовых изменений. Классы, получившие на большее количество правок, это воины, друиды и чернокнижники. У воинов были затронуты такие способности, как мощный удар щитом, где был исправлен баг с ее использованием. Рассекающий удар, который не рассеялся после использования способностей Вихрь. И также были переписаны некоторые эффекты способностей, в этот список попали обновленная Ярость, Месть и несколько других способностей. У друидов такие спелы, как Тревожный Рев, больше не будут выбирать в таргет питомцев игроков. Также у друидов был исправлен баг с срабатыванием способностей Рев Толпы. Ну и еще было реализовано два новых символа для друида. У чернокнижников были переписаны эффекты спылов, шкура демона и поглощения души. Также была исправлена механика, которая включала себя в ошибки с поглощением урона для игрока и для его питомца. Ну и чернокнижники со спылом колдовства получали щит в размере 20% от нанесенного урона, вместо 10 оригинальных. Теперь об общих правках. Было реализовано большое количество квестов, большая часть в открытом мире была присвоена Сурамару. И в общей сумме было добавлено 25 заданий в этой локации. Но это еще не все. Было исправлено большое количество обычных локальных заданий на Расколотых островах. И чуть меньшее количество в подземельях. Но что более интересно, это исправление локалок для профессий. Пока что это только для снятия шкур. Помимо всего этого, было реализовано небольшое количество игрушек с Расколотых островов. На данный момент это Камень Крафт, Тотем Бездны и одноразовый костюм для Зимнего Покрова. Возможно, вскоре он сделает мою любимую игрушку из Амрудные Ветра. Многое изменений среди рейдов и подземелья было достаточно мало. Но одно из главных, это постепенная реализация Дренора в плане квестов, да и всего контента. Что в общем можно было заметить на протяжении нескольких прошедших месяцев. Итак, это открытие рейда Дренора Верховный Молот. Так что, возможно, с такой тенденцией мы вскоре увидим Цитадель Адского Пламени в полном объеме. Ну а на данный момент это последнее исправление. Благодарю вас за просмотр. Удачи!